Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по 4 книге Царства. И сегодня мы будем читать 6 главу этой книги. Она начинается словами И сказали сыны пророков Елисею Вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Ордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства. Как я уже объяснял ранее, сыны пророков — это ученики пророков, которые сами тоже были пророками, потому что мы видим из событий вознесения пророка Ильи на колеснице, что они владели откровением от Бога и знали, что это событие произойдет. То, что пророков было так много, что им было тесно, не надо удивляться, это были целые пророческие школы, и они описываются в Писании как сон пророков, то есть большое собрание. И мы помним, как царь Саул оказался в сонме пророков, которые играли на разных инструментах, вдохновляясь в Духе Святом, и он тоже начал пророчествовать. Как Давид тоже был в сонме пророков, и Дух Святой сходил и до него, хотя позже Давид был уже пророк в полном понимании этого слова. Итак, ученики пророческие, они просят Елисея, чтобы пойти к Ордану и взять оттуда каждому по одному бревну и сделать себе там место для жительства. И далее мы читаем, он сказал, пойдите, и сказал один, «Сделай милость, пойди, и ты с рабами твоими», и сказал он, пойду. И пошел с ними, и пришли к Ордану, и стали рубить деревья, и когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал, ах, господин мой, а он взят был на подержание». Надо сказать, что металлические изделия тогда все-таки были редкостью, особенно то, что касается железа. И этот топор был взят на подержание, то есть или в аренду, или на временное пользование. Кто-то дал этот топор. Как говорят, как топор в воду, так быстро этот топор и погрузился в реку. «И сказал человек Божий, где он упал? Он указал ему место, и отрубил он, то есть Елисей, кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он, возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Мы видим, что здесь полностью нарушаются законы физики. Топор всплывает. Это то, что называется чудом. Но чудо не изменяет порядка природы вещей. Чудо просто вносит божественную коррективу в этот порядок. Если Бог творец этого мира, по праву Творца он может вносить любые коррективы. Любые изменения. И это будет так же естественно, как естественный сам порядок вещей. Это все равно, что если ребенок собрал из конструктора какую-то машину, а потом захотел превратить ее в птицу, он взял, просто переставил местами фрагмент этой конструкции, с которой можно создать все, что угодно. Конечно, кто-то может удивиться, что сон мы пророков, а где же их имена, почему они пропали в истории, и где же их пророчества. На этот вопрос я уже отвечал. Их пророчества касались злобы дня. Они не пророчествовали о будущем, они не рассказывали о прошлом, как Моисей это был пророк, который не только говорил о будущем, но и о прошлом, о сотворении мира и так далее. А это были пророки, которые жили среди простых людей, и они решали их простые какие-то вопросы. А в Писании собраны пророчества, которые имеют именно общечеловеческое значение. Поэтому пророков могло быть тысячи и тысячи за историю еврейского народа, а реально мы знаем имена буквально два десятка, три десятка, не больше. Давайте посмотрим, как святые отцы комментируют вот это чудо, то, что топор всплыл, чему это может научить нас, какое аллегорическое значение это имеет. Древний христианский экзегет Цезарий Арский предлагает нам такое объяснение. Он пишет «Когда сейчас мы читали Писание, возлюбленные братья, то слышали, как блаженный Елисей отправился к Ордану с сынами пророков рубить бревна. И тогда в воду упал топор, а человек, из рук которого он выскользнул, закричал блаженному Елисею «Ах, господин мой!» А он взят был на поддержание. После того блаженный Елисей бросил в воду, куда упал топор, кусок дерева, и железо всплыло. Елисей был образом нашего Господа и Спасителя, Христа, братья возлюбленные, о чем мы часто напоминали в вашей любви. И более, в том юноше, который был из сынов пророческих, из рук которого выпал топор, мы без основания узнаем Христа нашего Господа. Упавший топор похоже означает Адама или весь человеческий род. «Итак, сын пророков держал в руке топор, потому что наш Господь и Спаситель держал в руке своей власти человеческий род. В руке своей власти он держал человеческий род, который он и сотворил. И как из руки пророка топор выпал в воду, так и человеческий род через гордость вырвался из руки всемогущего Бога, упал и погрузился в реку. Разгула и воды, и всяческого греха». Так топор лежит на глубине, потому что человеческий род впал в пропасть грехов, где жалкое расположение. Как написано, «Я погряз в глубоком болоте и далее вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». Это ссылка на 68-й псалом, 3-й стих. Цезарий Арский продолжает. «Река, в которую упал топор, обозначает удовольствие или роскошь этого мира, который проходят люди своей жизни как временное наслаждение, которые проходят, утекают и сходят в пропасть». «Поток берет свое наименование от идей течения. И вот поскольку все грешники, как известно, не исходят, хватаясь за приходящее удовольствие, то потому и топор лежит утонувшим в речной грязи. Пришел Елисей, бросил в воду кусок дерева, и железо всплыло. Что тогда означает бросить кусок дерева и заставить обнаружиться железу, как не взойти на поперечину деревянного креста, поднять человеческий рот из пропасти, ада, и освободить его от всей грязи грехов, тайной креста. Когда железо всплыло, пророк взял его в руку, чтобы вернуть к использованию, а затем протянул его владельцу. Но и с нами, братья возлюбленные, случилось то же. Мы, отпавшие от руки Господа, через гордость, потом удостоились снова вернуться в руки и силу его через древо креста. Вот такое интересное истолкование, объяснение нам предлагает Цезарий Арский. И если топор всплывает вопреки законам физики, то грешники, которые заслужили вечный ад, получают Божье прощение вопреки Божьему закону, прежде всего, Моисееву закону, который устанавливает проклят человек, который совершает эти грехи, эти грехи, эти грехи. И все мы действительно находились под проклятием греха, пока Христос не повис на древе. Когда он повис на древе, то он по Слову Божию взял на себя проклятие наших грехов, ибо сказано проклят висящий на древе. И как по закону невозможно было грешникам обрести путь спасения, по тому же закону Христос становится проклятием, взяв на себя проклятие всех наших грехов. Потом закон Божий устанавливает, что не бывает прощения грехов без пролития крови, он проливает свою драгоценную кровь. Потом закон Божий устанавливает, что за грех полагается смерть и сошедствие в ад, Христос умирает на кресте и сходит в ад. Таким образом, то, что совершается вопреки физическим законам и чудесным образом возвращается в прежнее состояние, когда топор всплыл, и теперь он оказался в руках человека, который им пользовался. Точно так же и вопреки приговору Божьего суда справедливого, мы благодатью Божью, то есть милостью Божьей, обретаем по тому же закону избавления от власти греха. Поэтому чудо, связанное с этим топором, который всплыл, скорее всего, получился так, что древко осталось в руках сына пророческого, а вот само железо соскочило, и оно вдруг всплыло. Вот это свидетельство о Божьем милосердии. Как ученики спрашивали Христа, кто может спастись, на что он отвечал, человеком это невозможно. действительно невозможно преодолеть проклятие закона. Но не Богу, ибо Богу все возможно. И Богу, которому все возможно, ему было возможно взять на себя проклятие наших грехов, искупить наши грехи на кресте, умереть, сойти в ад и обрести нам дар спасения вечной жизни в Боге и с Богом. Вот такой глубокий смысл в этом событии. И когда Елисей берет дерево, бросает воду и топор всплыл, он показывает, что благодаря древу, на котором будет распят на Голгоф Иисус Христос, невозможное станет возможным. Таким образом, это пророческое действие, оно глубоко символичное действие, и оно имеет христологическое значение, то есть указывает на Христа. Далее мы читаем. «Царь сирийский пошел войною на израильтян и советовался со слугами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте я расположу свой стан». И посылал человек Божий к царю израильскому, сказать «Берегись проходить всем местом, ибо там сирияне залегли». И посылал царь израильский на то место, о котором говорил ему человек Божий, и предостерегал его, и сберегал себя там не раз и не два. совершенно очевидно, что царь сирийский он давал приказ пойти в такое-то место, сделать там засаду только своим доверенным лицам, и никто посторонне этого не мог слышать. Но в духе святом пророку Елисею открывались все эти приказы царя сирийского. Вот некоторые люди удивляются, они спрашивают, как святые могут слышать нас, если любой святой это не Бог, только Бог везде сущ, и только Бог всезнающий. Например, если в день святителя Николая миллионы людей обращаются к нему с просьбами, неужели он может всех их слышать и всем им оказывать помощь. Как такое может быть? Но мы видим, что земные пророки, которые жили на земле, причем еще до времени благодати, то есть до пришествия Христа, жили под законом, они обладали такой возможностью предвидеть события и слышать слова людей врагов народа Божия, которые что-то зло умышляли против народа Божия. А если говорить о святых, то они конечно же духом святым слышат наши молитвы, они не могут слышать наши молитвы своей человеческой душою, хотя и святою, потому что она не обладает качествами Бога, не всеведущая и не вездесущая, но через Дух Святой она узнает душа святого о том, что такое-то молитвенное прошение было к нему. И если вы читали Акафиста преподобному Сергию, там есть такие слова, что преподобный Сергий во свете Святой Троицы зрит нас, он видит нас, и во свете Святой Троицы он принимает участие в нашей судьбе. Усопшие святые, они, узнав о молитвенном обращении к ним, которое заканчивается словами «Моли Христа Бога спастися душам нашим». Они уже обращаются к Христу, а Христос, един ходатый, един посредник между Богом и человеками, он возносит это прошение к Богу Небесному. Как и сказано, един ходатый, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Потому что посредник между Богом и человеками должен быть одновременно и Богом, и человеком. Потому что если бы какой-то человек захотел быть посредником, он может быть посредником между человеком и человеком. Поэтому святые обращаются к Иисусу Христу, истинному человеку, истинному Богу, а он доносит их просьбу до престола Отца Небесного. А в благодати они узнают, о чем их просят. «И встревожилось сердце царя Сирийского по тому случаю», что всякий раз, если он что-то скажет в своем дворце, об этом уже знает царь израильский. «И встревожилось сердце царя Сирийского по всему случаю, и призвал он рабов своих, и сказал им, «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильских?» И сказал один из слуг его, «Никто, господин мой, царь». А Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому «И те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Удивительное свидетельство о том, как Дух Святой открывает даже частную речь вражеского царя о Божьем пророку, тем более христианским святым, потому что люди, которые жили под законом, это один формат бытия, а люди, которые живут под благодатью, это уже более высокий формат бытия. По этому и сказано, что Иоанн Креститель самый великий из всех пророков, но меньше и в Царстве Божьем, то есть в Церкви Двозаветной, по благодати, а больше его, потому что Иоанн Креститель не был крещен христианским крещением, он никогда не пресчищался тела и крови Иисуса Христа. Эта разница между Ветхим и Новым Заветом столь велика, как Златоуст говорит, как небо отстоит от земли высоко, так и Новый Завет, значит, и новозаветный народ отстоит от Ветхого Завета и Ветхозаветного народа. Итак, сказал один из слуг его, царя сирийского, «Никто, господин мой, не предает тебя». А Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей, то есть куда уж точно никто не входил, к вам и его наложниц, этого царя. И сказал он, сирийский царь, «Пойдите, узнайте, где он, я пошлю и возьму его». И донесли ему, и сказали, «Вот он в Дофаиме и послал туда коней и колесницы и много войска». Вот здесь мы видим, что царь сирийский догадался, что сила Израиля, она заключается не в армии Израиля, она заключается не в политическом строе, который в Израиле. Сила Израиля заключается в религиозной жизни израильтян, в жизни пророков, как вот враги нашей страны, Россия, они тоже много думали, а как развалить страну, пока не догадались, что вот если они церковь расколют, тогда они действительно могут задержать победу. Потому что сначала они развалили как бы эстаблишмент политический, и помним, какие события были в 90-х, кто стоял во главе нашей страны, какие министры у нас были, чем они занимались, на кого они работали. Да и сейчас многие представители власти, что они имеют? Они имеют своих детей, которые живут за границей, учатся за границей, все свои богатства переводят за границу, жены их живут за границей, с иностранным гражданством. А в Писании сказано, где сердце ваше, там и... То есть, где сокровище ваше, там и сердце ваше. А сокровище подлинное для человека, это его семья, его достаток. И все равно они могут развалить страну. И вот сейчас, похоже, враги догадались, что сила России и ее неуязвимость, какие-то мальчиши, кабальчиши эту тайну рассказали военную, в единстве веры. И делаются попытки училить раскол в нашей церкви именно для того, чтобы погубить наше государство. Потому что, когда и церковь приходит в упадок, нападений всяких на нее, от расколов, разделений, тогда рушится любое государство. Мы знаем, как пала в Византийской империи, когда они увлеклись унией, и Махмед II взял Царьград и превратил его в Стамбул, турецкий город. Мы знаем, как пала Римская церковь под натиском еретиков, ариан, варваров, как все там сокрушали, что еще там только оставалось. Но это всегда делалось через расшатывание канонической церкви. И вот царь сирийский, умный человек, он понял, что пока такие пророки есть в Израиле, да какая победа? Никакая победа не может произойти. И вот задача устранить его. Сейчас устраняют авторитет церкви в информационном пространстве информационные киллеры, которые отстреливают наших епископов, наших священников. И чем более значим тот или иной человек, тем больше критики он подвергается со стороны врагов нашей страны. И вот он послал в Дофаим коней, колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город. По утру служитель, человека Божия, то есть тот, кто помогал ему, встал и вышел. И вот войско вокруг города, ну, город это громко сказано, Дофаим, это небольшой городок был, и кони, и колесницы, и сказал ему, слуга его, увы, господин, что нам делать? Вот этот служитель, человека Божия, он, когда увидел все это, то он приходит к своему господину, к Елисею и говорит, увы, господин мой, что нам делать? Там же никакой армии не было в этом Дофаиме. Может быть, этот город вообще единственный раз упоминается в Писании, только в связи с этим событием. Правда, надо посмотреть по слабарю. И что отвечает Елисей? И сказал он, не бойся, «Потому что тех, которые с нами, больше тех, которые с ними». Что значит «тех, которые с нами, больше тех, которые с ними». Мы знаем, что когда был мятеж против Господа на небесах, только треть ангелов отпали от благодати и стали бесами, а две трети остались верны к Господу, когда архистратик Михаил воскликнул «Кто за Господа? Ко мне?» И верные Господу ангелы собрались вокруг него, и они низвергли вот эту треть вместе с дьяволом в пространство между небом и землей. Поэтому речь идет не о людях, это маленький городок, а тут окружила целая армия. Поэтому Елисей говорит «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Елисей молится за своего слугу, который был в панике, чтобы Господь открыл ему глаза, и он увидел реальность. «И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». То есть ангельские огненные колесницы, над одной из которых Илья был вознесен на небо, и вся гора была наполнена, сколько можно было созерцать это пространство, и все кругом Елисея. Так что всякие военные базы, которые вокруг нашей страны, это одна реальность, а есть другая реальность, духовная реальность, Господь знает, как оберегать свой народ. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал, порази их слепотою. Здесь Елисей обращается к Господу, и он, то есть Господь, поразил их слепотою по слову Елисея. Это то, о чем мы говорили, святые ходатайствуют за нас, но иногда святые могут и попросить Господа наказать тех, которые нападают на нас. И Господь поразил их слепотою по слову Елисея и сказал им Елисей, это не та дорога и не тот город, идите за мною, я провожу вас к тому человеку, которого вы ищите. И привел их в Самарию. Самария это уже ближе к воинскому лагерю царей израильских. Когда они пришли в Самарию, Елисей сказал Господи открой глаза им, чтобы они видели. И открыл Господь глаза их и увидел, что они в середине Самарии. Он их завел в то место, где они просто в окружении израильской армии, израильского народа. И сказал царь израильский Елисей, увидев их, не избавить не избить ли их, то есть не умертвить ли их, отец мой. И сказал он, то есть Елисей, не убивай. Разве мечом твоим и луком твоим ты пленил их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды, пусть едят и пьют, и пойдут государю своему. И приготовил им большой обед, и они ели и пили, и отпустил их, и пошли государю своему. И не ходили более те полчища сирийские в землю Израиль. Вот это отношение пророка к этим людям сострадание, потому что подлинные духовные люди сострадают и своим друзьям, и своим врагам в одинаковой мере. А что это значит? Это свойство Бога. Таким образом, они уподобляются Богу, который посылает свет солнца на праведных и неправедных, и дождем с неба на праведных и неправедных. Это свойство настоящего духовного человека стараться относиться к людям одинаково, а не плести какие-то интриги, задействовать административные ресурсы против человека, который тебе неприятен. Это верх бесстыдства. И так их накормили, напоили, отпустили, и большие полчаса сирийские не ходили в землю Израилеву. И далее мы читаем, после того собрал винодат царь сирийский все войско свое и выступил и осадил Самарию. И был большой город в Самарии, большой голод в Самарии, когда он осадил ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, а четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Конечно, возникает вопрос, а если выше мы прочитали и не ходили полчища сирийские в землю Израилеву, а далее говорится, после того собрал винодат царь сирийский, все войско свое выступил и осадил Самарию. Как бы внешней противоречии. Противоречия нету. Почему? Речь идет о том, что те полчища, которые оказались в такой ситуации, которых пророк отвел в середину сирийской земли, их не убили, накормили, напоили, вот они уже не ходили по земле сирийской. И винодату, наверное, пришлось новый призыв людей объявить, и он выступает уже с этими людьми, новыми людьми. И осадил Самарию, то есть устроил блокаду и начался голод среди израильтян. Давайте посмотрим, какое истолкование есть у Амвроси Медиаланского. Амвроси Медиаланский толкует «Вот поскольку многих людей увлекают войны, то что славнее положить конец битве силой большого войска или одним лишь действием заслуги перед Богом? Елисей оставался в одном месте, когда царь Сирийский развязал большую войну против народа отцов наших, вдобавок к ужасам войны, прибавляя разные коварные замыслы и стараясь заманить их в засаду. Но все его приготовление распознал пророк и мысленно пребывая по милости Божией всюду, то есть как вездесущий, поведал своим соплеменникам о замыслах врагов, предупредив, какие места нужно избегать. Когда же все это стало известно царю Сирийскому, то послал войско, чтобы окружить пророка Елисея. Елисей молился, прося поразить их всех слепотою, так что те, кто пришли взять его, сами пленниками вошли в Самарию. А о прекращении их слепоты Ефрем Сирин пишет, Елисей помолился Господу и сказал, порази их слепотою, и он поразил их слепотою по слову Елисея. Венодад, царь Арамейский, послал большую армию, чтобы окружить город дофаем и приказал схватить Елисея, который там жил в то время. И вот его слуга увидел армию арамейцев и ужаснулся. Но Елисей открыл глаза молодого человека, показал ему столпы огня, которые Господь воздвиг вокруг него против арамейцев. И его ужас исчез. А позже, когда открылись глаза и самих арамейцев, они поняли силу и величие Бога Израиля. Итак, здесь делается попытка как бы реванша. После этого собрал Венодад царь сирийский, все войско свое, то есть исключая тех, которые были помилованы, и выступил и осадил Самарью. Однажды, то есть, когда был голод в Самаре, царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, помоги, господин мой царь. И сказал он, если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе? Сгумна ли, сточила ли? и сказал ей царь, что тебе? И сказала она, эта женщина, говорила мне, одна из женщин говорит, и сказала она, эта женщина говорила мне, то есть другая женщина, отдай своего сына, съедим его сегодня, а моего съедим завтра. И сварили мы моего сына и съели его. Я сказал ей на другой день, отдай же твоего сына и съедим его, но она спрятала своего сына. Царь, выслушав слова жены, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. И сказал, пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова на нем сегодня. Почему царь так поступает? Приходит к такому заключению. Он столкнулся с беспрецедентной жестокостью, когда от голода женщины начали поедать своих детей. И он мысленно винит в этом Елисея. Какое основание? Ну, во-первых, Елисей не разрешил перебить сирийцев, которых взял в плен. Такие люди, как сирийцы, они понимают силу, а Елисей не разрешил перебить сирийцев. И он может предполагать, что если бы тогда они перебили сирийцев, которых Елисей взял в плен, то на израильтян не было бы теперь нападения. Далее мы читаем, что Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. То есть он сидит в окружении старцев. Это обычная школа, и шива, где так и принято, сидит учитель, законноучитель, рядом уважаемые старцы, потом вокруг молодежь. Елисей же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь, человека от себя. Прежде нежели пришел посланный к нему, он сказал старцам, «Видите ли, что этот сын убийцы послал снять с меня голову? Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью». А вот и топот ног господина его за ним. Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал, «Вот какое бедствие от Господа, чего мне впредь ждать от Господа?» Он передает слова своего господина царя. А царь уже спешит за ним. О том, что будет происходить далее, мы поговорим в следующий раз, когда приступим к изучению седьмой главы этой книги. Продолжение следует...